Пожалуй, этот год станет годом открытия самых невероятных проектов в мире. Буквально недавно в Стамбуле открылся самый большой аэропорт в мире. Как следом за ним, после масштабного четырехлетнего строительства, в Сингапуре открыли долгожданный терминал Джевел Чанги Аэропорт с самым большим в мире искусственным водопадом. Проект терминала внешне напоминает огромный стеклянный пончик площадью 135 700 квадратных метров, который полностью обрамленный сталью. Это многофункциональный комплекс, предназначенный для соединения трех из четырех терминалов аэропорта Чанги. На сегодняшний день сингапурский аэропорт возглавляет рейтинг самых красивых аэропортов в мире. Водопад под названием Rain Vortex – водоворот дождя, имеет высоту 40 метров и стекает в отверстие крыши со стеклянным куполом. Он был спроектирован архитектурной фирмой Moshesavdi. Крышу из стекла и стали в форме бублика спроектировало бюро HEPOLD, а дизайнеры создали крытый лес с климат-контролем. В Сингапуре часто бывают грозы, поэтому водопад был спроектирован так, чтобы сливать дождевую воду со скоростью 10 000 галлонов в минуту. Этот поток воды естественным образом будет охлаждать воздух под куполом. При этом собранная дождевая вода будет использоваться повторно. Водопад окружают террасы с тропами для прогулок посетителей, засаженные двухстами видами растений. Пять этажей здания Jewell Changi заполнены магазинами и ресторанами. Новое здание соединено с системой общественного транспорта Сингапура и другими терминалами с помощью пешеходных мостов. Jewell Changi Airport занимает общую площадь 134 000 квадратных метров, а пять из десяти этажей здания скрыты под землей. Еще одно ноу-хау терминала — это поезд SkyTrain, который курсирует между тремя терминалами. Его пути проходят через мост, сконструированный через всю галерею Jewell Changi на высоте третьего этажа. Таким образом, поезда появляются из скалы, проезжают в воздухе водопад и исчезают в другой скале. Кроме водопада, аэропорт Jewell Changi может похвастаться также самым большим фудкортом, который состоит из 280 кафе, баров и ресторанов. Также в центре здания находится огромный многоярусный сад с деревьями и зелеными насаждениями. И хотя по проекту здание считается как терминал, на самом деле это галерея между терминалами, ведь здесь нет выхода на посадку или высадку пассажиров к самолету. В здание может прийти любой желающий посетитель аэропорта. Сюда также приезжают местные люди, чтобы просто сфотографировать мировую сенсацию, о чем свидетельствуют сотни тысяч фотографий в Инстаграм. Помимо того, что Jewell Changi соединяет три терминала, из четвертого терминала сюда курсирует шаттлбасс. Здесь туристы могут остановиться в отеле Yota Leir, который рассчитан на 130 мест, а также оставить свои вещи в камере хранения багажа. Кроме того, здесь находится лаунг-зона Changi, разработанная в дополнении к новой услуге интермодальных перевозок, которая улучшает соединение между воздушным и морским транспортом для пассажиров из круизных лайнеров. А еще аэропорт предлагает очень необычную, но уникальную услугу – бесплатный банковский кредит на 12 часов для пассажиров, которым станет скучно между большими стыковками между рейсами. Здесь работает 11 кинотеатров. На последнем этаже находится парк Кнопи, площадью 14 тысяч квадратных метров, в котором, кроме тематических садов, также есть несколько ресторанов и кафе. Несмотря на открытие терминала, работы в нем все еще ведутся, ведь до конца этого года ожидается открытие навесных лабиринтов «Сети Скай», «Горки Дискавери» и 50-метровый мост «Канопия». Углубляясь в предысторию проекта, он несет идею большого желтого такси. По сути, группа Чанги Аэропорт Групп превратила парковку в закрытый рай, вдохновленный репутацией Сингапура как города в саду. Идея возникла еще в 2010 году, когда специалисты рассматривали возможность расширения пропускной способности терминала 1. Эта автостоянка была превращена в ошеломляющее пространство. Учитывая, что архитектором проекта является Моши Савди, в то время уже известный тем, что спроектировал еще одну сингапурскую икону – Марина Бэйсэнс. У него были большие надежды на то, что он построит столь же эффектное здание. «Я думаю, что одна из причин, по которой мы выиграли тендер, заключалась в том, что другие проекты выглядели как торговые центры и ощущались как торговые центры. Но только не наш проект. Ведь это новый вид опыта, который заставляет нас переосмыслить, как могут в будущем выглядеть торговые центры», – комментирует Моши Савди. Сингапурский аэропорт находится всего в 30 минутах езды от центрального делового района, что делает возможным, чтобы местные жители направлялись туда, чтобы время от времени поесть или посетить кинотеатр. Руководители Чанги Аэропорт Групп делают ставку на это, ведь ожидают, что это будет новым популярным местом среди жителей Сингапура. С точки зрения предложений, которые могут соблазнить местных жителей, «Джевел» имеет несколько первых сингапурских предложений в сфере продуктов питания, напитков и розничной торговли. Аэропорт Чанги в настоящее время является седьмым по загруженности аэропортом в мире по международным перевозкам. По последним данным аэропорта, за 2018 год через его четыре терминала прошло 65,6 миллионов пассажиров. Он соединяется с более чем 400 городами по всему миру и обслуживает более 100 авиакомпаний. Причем здесь самолеты взлетают и приземляются каждые 80 секунд. По данным аэропорта, число пассажиров за последние 10 лет увеличилось почти вдвое, поэтому постоянный акцент делается на рост. Чего же ожидать дальше? Поддержание статуса лучшего в мире аэропорта означает, что нет времени сидеть без дела и купаться в водном сиянии водопада, ведь конкуренты не спят. Поэтому планируется возведение пятого терминала, который будет за площадью, как все четыре вместе взятых. Ожидается, что объект откроется ближе к 2030 году. До этого времени руководство планирует усовершенствовать уже имеющиеся терминалы, чтобы к 2030 году аэропорт смог принимать 140 миллионов пассажиров в год. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok